Студентам и преподавателям местной академии искусств невероятно повезло. Результаты их учебных творческих мук больше не будут пылиться в шкафах и на полках. Их смогут купить туристы. В центре грузинской столицы вот-вот установят специальные киоски. Михаил Рабакидзе познакомился с молодыми мастерами и узнал, какие сувениры теперь можно будет привезти из Грузии. Традиционные кувшинчики, вазочки, настенные тарелки и герои грузинских сказок из глины – мечта любого туриста. Обычно в сувенирных лавках торговцы стараются продать их иностранцам со солидные деньги. А вот работы этих ребят будут на процентов 60 дешевле. И гостям хорошо, и молодежи лишняя копейка не помешает. Тем более, что учебный план и так предусматривает практику на гончарном круге. Наши студенты владеют всеми секретами этого традиционного ремесла. Ведь лепка из глины – это основа искусства будущих скульпторов. Для них это проще простого. Теперь у студентов есть мотивация не просто так создавать работы, а получать за это денежное вознаграждение. Сложная вязь грузинского алфавита на память о визите в Грузию. Оформители, дизайнеры создали веселые книжки для тех, кто хочет забрать с собой кусочек грузинской культуры. Кстати, грузинский алфавит – один из 14 существующих на нашей планете. В наших книжках иллюстрации грузинской письменности, пословицы и поговорки. Интересно и весело. Ну а в этой мастерской поле чудес для любителей валеной шерсти. По-грузински она называется тека, то есть войлок. Этот материал подат...